Плюсом тысячи тестов каждые сутки. Первый вопрос встречи губернатора с руководителями партийных фракций посвятили новому распоряжению Роспотребнадзора. Согласно ему, результат анализа на коронавирус человек должен получить за двое суток. На оснащение медицинских лабораторий, медицинских организаций, которые осуществляют диагностику новой коронавирусной инфекции из резервного фонда, правительство будет выделено более 15 миллионов рублей. Это позволит делать больше трех с половиной тысяч тестов ежесуточно. Разговор затянулся почти на три часа. По регламенту каждая фракция могла задать по три вопроса. Их, естественно, оказалось больше у каждого спикера. Но губернаторы, члены областного правительства ответили на все. Встреча состоялась, и это плюс. Относительно бумаг, у меня здесь более двух десятков обращений людей по конкретным вопросам. И я попросил губернатора сегодня, чтобы в дополнение к тем вопросам, которые были озвучены, вот эти все обращения с моим депутатским запросом им лично были рассмотрены и по ним были даны ответы. Я надеюсь, что это будет сделано. В частности, подняли вопрос за стройкой берега Плещеево озера и нового генплана Переславля-Залесского. Территорию двух населенных пунктов удалось отстоять. В Криушино и Никитской Слободе строить нельзя. А вот по селу Городище работа еще предстоит. Дмитрий Миронов дал поручение заместителю председателя правительства детально во всем разобраться и предоставить отчет. Меня ответы, в принципе, удовлетворили. Тем более, что после последнего общения с ним в июне месяце два вопроса, которые я поднимал по Переславлю-Залесскому, они сдвинулись с мертвой точки и начали исполняться. Поэтому я надеюсь, и эти вопросы, которые я задал, соответственно, найдут понимание у губернатора его команды и будут рассмотрены. В свою очередь губернатор Дмитрий Миронов попросил руководителей фракции разработать партийные программы поддержки граждан. Такая работа уже ведется. Практически каждый председатель фракции озвучил свои предложения. Например, создать областную целевую программу по ремонту подъездов к больницам, школам и другим соцучреждениям. Это приблизительно, мы прикинули, 600 миллионов в год на такую программу. Вот почти 2 миллиарда на 3 года. И так как школы находятся на территории и другие заведения на территории микрорайонов, то эти проезды как раз пройдут через дворы. Мы сразу же убьем двух зайцев. Конечно, все сразу решить не удастся. Мы все это прекрасно понимаем. Очень многие проблемы не решались долгое количество лет. Но сейчас толчок дан и работа пошла. В целом, руководители фракций диалогом остались довольны. Надеются на личную встречу с главой региона, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Павел Волков, Сергей Мазилов. День в событиях.